Продолжение следует... Продолжение следует... Причем они требуют библиотеку государственных по системам, последней версии, которая требует платформу 1С 8.3.12 и 8.3.13. Это очень критично для нашего модуля, потому что он реализован на технологии расширений. Вообще одна из самых главных проблем была у людей — это как поставить модуль. То есть раньше нужно было иметь небольшие навыки программирования в 1С, чтобы зайти в конфигуратор, интегрировать наш модуль. Сейчас это будет все немножко по-другому. Я вам за ноутбуком все покажу, как он скачивается, как он устанавливается и как он настраивается. Реализован этот модуль на технологии REST. Причем уже, наверное, в самой последней версии используют более 100 REST-методов для синхронизации. Причем специально для этого у нас был реализован специальный такой механизм регистрации изменений в B324. То есть только учетная система получала только те изменения, которые были изменены в B324. Это очень удобно, когда нужно синхронизировать информацию учетной системы и нужно получать только ту информацию, которая нужна. Потому что в REST есть ряд ограничений. Первое — это то, что может быть максимум получаем по 50 элементов, то, что нужно будет. А второе — это то, что у нас может быть всего лишь только два запроса в секунду. И очередь запросов там может быть в 100 запросов. Поэтому тут это надо все учитывать. Вкратце сейчас перейду уже показывать, как отставить, где взять, как ставить. И дальше расскажу, как настроить. И расскажу про всякие нюансы, которые есть. У нас есть специальный сайт, который называется 1s.1sbitrix.ru, в которых можно скачать наши модули. Есть модули для Boost, есть модули для B324. Модулей есть много, но почти весь функционал всех остальных модулей есть в новом модуле. Также там есть наш форум, на котором можете задать вопросы или поделиться с какими-нибудь ответами. Модули для B324 скачиваются в разделе 1sbitrix.ru плюс 1s и в пункте скачать. Есть же табличка по модулю 1s синхронизации B324, в которых указывается, какое прикладное решение 1s, на каком релизе прикладного решения это тестировалось, какая версия обмена и дата выхода. Если дата выхода менее двух недель, то он выделяется синими цветами, и это можно увидеть, что вот новая версия модуля. В ближайшем будущем у нас еще немножко будет все переделано, но это в дальнейшем я расскажу. Так, скачиваем версию модуля. В данном случае, если раньше у нас скачивался архив, с которых там установщик, который мы устанавливали, то есть сейчас у нас же скачется просто обработка, которую нужно запустить в самой 1s. Показывать я буду на конфигурации 1s управления нашей фирмой, редакции 1.6.16. Это одна из самых последних релизов у NFC, потому что это одна из самых бурно развивающихся конфигураций 1s, и она наиболее удобна для малого и среднего, для малого бизнеса и частично для среднего, потому что в ней уже есть базовый функционал и торговли, и бухгалтерии, и зарплаты. То есть она очень удобна. И к тому же для этой конфигурации у нас реализовано максимальное количество функционалов. Например, для управления торговлей у нас реализованы только контрагенты и товары. Само собой реализованы только сделки. То есть сделки B324 равняются заказы в УТ. Для бухгалтерии реализованы только счета. То есть счета B324 равно счета в 1s. А для у NFC у нас третья неделиция как и счета, которые являются счетами там и там, так и сделки, которые в B324 это сделки. В 1s это заказы. Поэтому я буду показывать все на этой конфигурации, потому что там в принципе весь полный функционал. Как модуль ставится? То есть ставится он буквально в два клика. Первый, мы скачали обработку. Теперь мы заходим в файл, открываем нашу скаченную обработку, нажимаем ОК. Установить модуль можно только в монопольном режиме. То есть должен быть только один человек, запущенный база 1s. Мы нажали, он установился. Перезапускаем клиент для того, чтобы обновился интерфейс. И все. Теперь у нас модуль уже установлен. Это можно увидеть то, что у нас слева появился новый пункт синхронизация 1s plus B324. То есть при обновлении конфигурации 1s, вообще когда ставится модуль, ничего не меняется. Справа конфигурация с поддержки не уходит. И даже если поставить новую версию модуль, новую версию релиза, то ничего не поломается. Просто исчезнет пункт с модулем, потом обновляете новую версию, в которой поддерживается это релиза, и он снова появляется. В данном случае мы сейчас настроим синхронизацию. По умолчанию, когда мы создаем новое подключение, по умолчанию уже заполнен ряд настроек подопределенных. Единственное, что нам нужно, это указать название настройки и указать ключ подключения. Ключ подключения мы можем узнать с нашего портала. У меня боевой портал, на котором все тестирую. По умолчанию, битрикс24 есть приложение 1С плюс битрикс24. Это приложение, которое используется для синхронизации с учетными системами через токен. То есть если его нет, то его можно установить с Marketplace. Это приложение бесплатное. Тут у нас сверху есть вкладки FaceCard, 1С-трекер, отчет 1С. Все они работают по одной технологии, обмениваются учетной системой через токен. Поэтому можно выбрать один из любых этих пунктов. Скопируем ключ и вставим его в 1С. Убираем фокус. 1С-ка у нас сейчас подключилась к центру авторизации, узнала, какой у нас адрес портала, его поставила. И теперь у нас уже в принципе мы можем уже начать синхронизацию. У меня сейчас самый простой вариант – это когда битрикс24 пустой. Намного сложнее это когда у нас и битрикс24, и 1С уже у нас заполнены данные. И тут становится такая проблема, как сопоставить эти данные, чтобы не было дублей. Поэтому в модуле есть ряд механизмов, которые делают это все автоматом. С контрагентами наиболее все сложно. Контрагенты в 1С попадают как или компания, или контакты в зависимости от настроек. По умолчанию юридические лица попадают в компанию, а физические лица, в том числе и пешники, попадают в контакты. Но все это может настроить, и можно указать в зависимости, какой вид контрагентов куда попадает. В данном случае давайте мы поставим, чтобы индивидуальные предприниматели попадали также в компанию. Потому что когда они у нас попадают в компанию, то контактные лица контрагентов попадают в контакты. И тоже рекомендую указывать группу для новых контрагентов. Потому что если же у вас будут какие-то дубли, будут создаваться, то вы сразу определите, что они есть, и делайте сопоставление. Или же как-то есть встроенные механизмы маппинга в самой 1С, и они у вас сольются. И также нужно будет делать сопоставление шаблонов Bittrex24. То есть у нас вместе с компанией контакта у нас еще выгружается их информация. Реквизиты выгружаются. Причем у нас есть такое одно требование, что для всех конфигураций, кроме UT11, у нас такое требование, что для компании контакта может быть только один шаблон. Если их будет несколько, то возникнут некоторые проблемы. Поэтому крайне рекомендую использовать связку один к одному. И для того, чтобы понять, какой шаблон подставлять тому или иному контрагенту, на которого будет создаваться шаблон, нужно сделать маппинг. Мы загружаем шаблон Bittrex24 и сопоставляем. И тут такой есть момент. Это когда у нас нужно делать сопоставление данных, самый сложный вариант, когда у нас база DNS и база Bittrex24, они заполнены, нужно как-то смежить эти данные. И тут у нас в такой механизме есть способ модификации сопоставления контрагентов. По умолчанию заполнены только по внешнему модификатору. Этот кейс очень подходит тогда, когда базы пустые, и ничего сопоставлять не нужно. И в дальнейшем, когда будут работать, когда будут создаваться новые контрагенты Bittrex24 и DNS, то они будут спокойно создаваться или по внешнему модификатору находиться. Но если у нас базы уже заполнены, нужно как-то думать, как бы здесь слить, чтобы не было дублей. Потому что в такой настройке будут дубли. Поэтому тут еще есть дополнительные критерии поиска в дальнейшем. То есть если по внешнему модификатору не находят, он будет искать по какому-то другому критерию. Это может быть как наименование, e-mail, телефоны или ИНН плюс КПП. Физических лиц можно, в принципе, очень часто, то, что e-mail всегда уникальный. Поэтому мы поставим для физических лиц по e-mail. Причем есть такой момент. Если найдется два контрагента с одинаковым e-mail, то ни один из них не будет установлен. А если он не найдет по внешнему модификатору по e-mail, то он создаст новый. А для юридических лиц мы поставим ИНН плюс КПП. Потому что, как правило, эта связка всегда уникальна. Единственный такой момент, то что если вы используете реалтайм, а реалтайм я покажу, как он работает, то сопоставление по ИНН плюс КПП не будет срабатывать, потому что вы создаете компанию или контакт, он уже… То есть компания контакт — это одна стучность битра 24, а ИНН плюс КПП хранится в другой стучности в реквизите. То есть когда вы следите компанию или контакт, и перед тем, как будете создавать реквизит, заполнять ИНН, у вас уже эта компания, когда попадет в одинназке, он не найдет по ИНН, потому что в этот момент еще ИНН не будет заполнено в шаблоне. Поэтому у вас он не сопоставится. То есть ИНН плюс КПП для… Ну, как критерий поиска подходит только для первоначального заполнения. То есть компания или контакт уже должны быть самой уже битра 24 заполненными. Так, ну вот в принципе для синхронизации из контрагентов мы все настройки заполнили. Конечно, если здесь можно делать отборы и выгрузки из 1С, то есть по каким группам выгружать, или там выгружать только тех контрагентов из 1С, у которых там заполнены селенные свойства. Причем синхронизируются не только еще контрагенты, реквизиты, банковские счета и так далее, но еще и пользовательские поля. То есть вы можете создать в 1С свойство, это свойство выглядит как пользовательское поле B324, и заполнять там значения, и редактировать там, и там. И они в режиме реального времени будут изменяться. Или вы создадите свойство, пользовательское свойство B324, оно выглядит как свойство в 1С. Причем поддерживается следующий тип. Поддерживается строка, число, булева, дата и список, само собой, список и еще сотрудники, если они у вас сопоставлены. Потому что раньше у нас был модуль 1С-трекер, и люди просили, чтобы, когда мы выгружаем контрагентов, чтобы была какая-то привязка к сотрудникам B324. И как раз-таки мы сделали маппинг, который позволяет сопоставить сотрудников 1С и сотрудников B324, чтобы нужным менеджерам цеплялись контрагенты и документы в том числе, и чтобы они могли с ним работать. Строй контрагентов мы завершили. Давайте я сейчас покажу, где у нас делается маппинг пользователей. Вот, находится здесь. Нажимаем кнопку «Загрузить пользователи». Сначала у нас отображается менюшка, где выбирается, из каких подразделений нам нужно загружать контрагентов, потому что если компания очень большая, их может быть очень много. Здесь есть пункт «Все подразделения». Это значит, что сотрудники всего B324. Ну и тут сделаем сопоставление с пользователями 1С. Думаю, хватит. Далее мы настроим сирканизацию информации о товарах. Поставим флажок. В это время мгновенно идет постзапрос B324 на подписку регистрации изменений по данным типам сущностей. Когда я поставил, например, о товарах, у меня автоматически поставились события на добавление, изменение и удаление для товаров, группы товаров, единицы измерения товаров, свойств товаров. То есть, когда я уберу этот флажок, эти регистрации изменений пропадут. События изменений исчезнут. В разрезе ключа. Там есть специальный идентификатор. Когда мы заходим на вкладку «Настройки информации о товарах», то у нас уже по умолчанию заполнен прайс-лист и склад, на котором находятся остатки. Конечно, да, сейчас REST не позволяет выгружать информацию о остатках товаров, но это планируется. В текущий момент именно этот склад, он у нас устанавливается в сделках, которые приходят с B324 в 1С. И также здесь есть такой отбор дополнительный, по которому можно, например, выгружать из 1С товары, у которых есть остатки. То есть указали склад, по которому смотреть, и здесь мы установили какой-нибудь отбор. Также здесь можно сделать отбор по цене и по номенклатуре, которая должна выгружаться. Также здесь в умолчании установился прайс-лист. То есть, если нужно, можно установить другой прайс-лист. На текущий момент может выгружаться только один прайс-лист. Здесь же нам помимо этого нужно сделать сопоставление ставок НДС. Мы загружаем их с B324 и делаем маппинг. Ну, тут, да. Скоро будет 20% тут еще, пока ручками не вела. Так, и у нас есть такой функционал очень полезный. Это пользовательское дерево группы. То есть очень часто, когда в 1С своя иерархия товаров, особенно если у вас бухгалтерия, например, там вообще товары заднены так, как удобно бухгалтерам. А менеджеры могут работать с другой иерархией. То есть удобная для них. Поэтому есть такой функционал пользовательское дерево группы. Вы задаете ту иерархию, которая должна выгружаться в B324. Вот мы ее настроим. Здесь можно создать любую иерархию любой вложенности. И также можно здесь указывать как конкретные товары, так и целые разделы. Причем, если мы укажем раздел, то выгружатся все товары, в том числе и подразделов. Но сами подразделы выгружаться не будут, потому что в кольческой дерево группе-то есть сами разделы. Причем есть такое ограничение. На текущий момент только один товар можно указать в каком-нибудь разделу. В дальнейшем планируется то, что этот товар может быть храниться сразу в нескольких разделах, как это, например, реализовано для буса. Так, ну, здесь мы настроили, и это мы будем выгружать. Теперь далее переходим на настройку счетов. С счетами все примерно то же самое. Здесь, во-первых, нужно указать, какие печатные формы мы будем использовать счетов. То есть мы их загружаем в B324, указываем, что одна у нас для компании, другая для контактов, и вставим флажок, что они у нас используются. Если у нас несколько организаций в 1С, то тогда нужно указать, для каких организаций какие используются, какие подставлять. И также здесь нужно делать сопоставление статусов. Для счетов есть такая особенность, что статус должен быть обязательно заполнен. Чуть попозже мы создадим дополнительное свойство, в котором будет мапиться свойство, статус, и потом мы будем указывать. По выгрузке тоже здесь можно указать, с какой даты у нас выгружается, и дополнительные отборы, по которым должны выгружаться из 1С в B324 счета. Это, например, очень удобно, когда у нас, например, 2 B324, 2 B324, и вторая версия позволяет с одной DNS сразу работать с несколькими порталами, и можно настроить так, что одни документы выгружаются в 1 B324, другие документы в другую B324. В этом плане отборы очень сильно помогают. И также мы еще настроим синхронизацию сделок. Здесь также нужно будет делать сопоставление статусов. Причем здесь можно сопоставить как к дополнительному реквизиту заказа, так и через состояние заказов. У NF есть очень такой крутой функционал, называется виды заказов. Он примерно аналогичен функционалу направлений сделок. Поэтому очень удобно сделать маппинг его и сделать маппинг статусов видов заказов и статусов направлений сделок. Мы сначала загружаем в B324 направление сделок и сами статусы. Здесь как раз показано, что для общего направления по умолчанию установился основной вид заказа, а для нового направления ничего не поставилось. Поэтому мы укажем другой вид заказа. И теперь поставим здесь маппинги. Какой статус сделки B324 равняется статусу заказа? Я, конечно, поставлю вот… Это демо-база у NFK. Показываю просто по порядку. И еще есть такая фишка, что у заказа есть такие статусы, когда он полностью оплачен или полностью отгружен. И иногда нужно, чтобы сделка переводилась принудительно в какой-то статус, когда она оплачена или отгружена в саму 1S. Поэтому тоже поставим, что у нас сделка успешна, когда оплачена и когда отгружена. То же самое сделаем для нового направления. Это демо-база у нас сделка. Так что, если нет, я не буду делать. Это демо-база у нас сделка. Так что, если мы посмотрим. Настройку мы почти завершили. Единственное, что нам нужно сопоставить статусы счетов. Для того, чтобы сопоставить статусы счетов, нам нужно создать дополнительный реквизит с типом списка для счета и потом создать его значение, соответствующее статусу V324. Заходим в продажу. Самый простой способ сделать дополнительный реквизит — это открыть какой-либо счет. И вот здесь вот создать. Тип у нас список по умолчанию создали. Теперь снова заходим в настройку. Указываем это созданное свойство, дополнительный реквизит. Загружаем статус из V324. И теперь мы создадим новые значения свойств и сразу установим их для маппинга. Поставим тоже, который принудительный статус будет, когда счет полностью оплачен. В общем, все. Мы все настроили. Теперь, так как у нас кейс, конечно, простой, поэтому можно спокойно сделать полную выгрузку, полную синхронизацию, потому что у нас в V324 данных нет, и можно не беспокоиться, что у нас какие-то будут дубли. Но если же у вас база заполнена там и там, причем массив данных очень-очень большой, то имеет смысл эти данные делать не полной выгрузкой, а попорционно. То есть изменили тысячи контрагентов условно в B324, в 1С, выгрузили их в V324, посмотрели, что произошло. И изменили в V324 там тысячу, выгрузили, выгрузили. Так, выгрузили в 1С. Причем есть такой момент. Если с контрагентами у нас сопоставление идет по критериям поиска, то для всех остальных сущностей у нас идет трехурование сопоставления. Сначала идет по внешнему модификатору B324. Если не находится, то в ней по внешнему модификатору 1С. А если по нему не находится, то ищется по наименованию. Если же и по наименованию не нашлось, тогда создается новый. То есть это вот такая защита от дублей. Сейчас у нас тут все выгружается. Выгружается у нас, как и есть требование по 50 элементов, у нас выгружается по 50 элементов в бетч-запросе по каждому типу сущности. Товары выгружаются у нас по 10 элементов, потому что там еще есть, у нас выгружаются картинки, если стоит флажок, и там получается картинки, может быть очень большой объем информации, и он может быть по таймауту отвалится. Поэтому для товаров у нас установлено вроде бы максимум по 10 элементов выгружается. Но товаров у нас немного, поэтому выгружается все недолго, уже у нас товары выгружаются. Сделки и счета у нас не выгружаются, потому что по умолчанию, когда сделали настройку, у нас стоит дата выгрузки счетов и сделок. С начала этого месяца, сначала с того месяца. А это демо-база, и на этот момент еще не было никаких документов. Но вообще выгружаются и оффлайн документы, то есть созданные в 1С и созданные в BITR24. Так, ну теперь у нас обмен завершился. Посмотреть корректно или некорректно, можно посмотреть зарегистрированные изменения. То есть смотрим, что зарегистрировалось-то у нас много чего. Они как бы… Все, что надо, у нас все выгрузилось. Осмотрим неотправленные пакеты. Что у нас не выгрузилось? Что-то у нас много чего не выгрузилось. Смотрим, у нас не выгрузились реквизиты. Смотрим, почему. Потому что у нас, наверное, не сохранились сопоставления организаций. После того, как вы уже сделали один раз полную выгрузку, то в дальнейшем уже делать не нужно. То есть делаем только синхронизацию изменений. И повторно все невыгруженные данные будут выгружены. То есть все неотправленные пакеты будут выгружены. И все остальное. Заодно пока выгружается. Но здесь быстро все выгружается. Смотрим, что у нас в B324. Вот у нас выгрузились контакты, компании, товары. Чтобы посмотреть, я знаю, что в демо-базе у нас заполнена вся информация в организациях. Они у нас тоже выгружаются в наши реквизиты наших компаний. Зайдем. Здесь у нас выгрузилась организация, которая есть в демо-базе. И зайдем в какую-нибудь из них. И посмотрим, что у нас тут есть. У нас выгрузился телефон организации. Это для всех, в принципе, сущностей компании контактов выгружается в таком формате. То есть у нас выгрузился реквизит. К этому реквизиту у нас привязаны все банковские счета и еще все адреса. Причем, если посмотреть, то у нас адреса заполняются по определенному формату. Потому что в 1С есть ключи контактной информации, в которых хранится улица, дом, квартиры. Также здесь нужно прописывать, тут написано, есть ключи. Улица, дом, корпус, бокс, помещение. То есть можете один раз выгрузить, посмотреть, какой формат. И также заполнять битрид 24, чтобы в таком же формате все приходило в 1С. Если мы здесь изменим что-нибудь, то эти изменения попадут в саму 1С. Если посмотреть, то у нас в товарах выгрузилась иерархия товаров та, которая и у нас. Причем есть такой момент. В 1С товар может быть как простой, так и сложной. Простой — это когда номенклатура сама и продается. И сложная — это когда номенклатура есть характеристики. Пока что в B24 нету REST, который работает с торговыми предложениями, как это есть в Boost. Поэтому и простые товары, и товары с характеристиками выгружаются, как простые товары. Товары с характеристиками выгружаются, как товары плюс характеристика, они как бы слепляются. В этом случае у нас номенклатура варочная панель. Она имеет характеристику сталь, стеклокерамик и эмаль. И они как бы слепились, как простой товар. Ну, в принципе, у нас все выглядело, сами документы. Нужно сделать документы, посмотреть, как это работает. Но для этого, кстати, у нас сейчас обмен только ручной. Обмен у нас может быть трех видов. Ручной, по расписанию и в режиме реального времени. Я сейчас включу вам режим реального времени. Так как у нас база файловая, у меня есть такое ограничение на уровне самой платформы 1С. Может быть только запущено одно фоновое задание. Поэтому для того, чтобы… А реал-тайм стоит из двух частей. Первый – это реал-тайм выгрузки из 1С в B324, а второй – это выгрузка из B324 в 1С. Если же у нас из 1С в B324 гружается на фоновом задании, это незаметно для пользователя, он вообще не замечает, то загрузку мы сделать так же не можем, потому что фоновое задание будет занято, и тогда не будет выгрузка в реал-тайме или какие-то другие служебные операции. Поэтому для файловых базах нужно запускать отдельного клиента 1С, который бы работал бы с этим реал-таймом. Ну, загружал данные с реал-тайма. Работает реал-тайм через push and pull. То есть 1С подключается к B224 и ждет от него сообщения. Приходит сообщение, он видит, что что-то изменилось. Идет в таблицу изменений, получает весь список изменений, и потом определяет по событию, определяет какой-то тип данных, и определяет какой-то тип данных, а потом есть одишник, по одишнику берет, делает запрос get и получает всю информацию, и загружает. Так, сначала мы для удобства у нас есть такой специальный виджет для реал-тайма. Мы его установим. Так, сейчас у нас реал-тайм не работает. Мы зайдем в настройки и укажем, чтобы… У нас не работал по реал-тайму. Когда мы это включили, у нас автоматически постел, что у нас реал-тайм выполняется, но загрузка в реал-тайме у нас не выполняется. Так, запускаем. Здесь виджет пока не обновился. Так, у нас он запущен. И теперь, если мы создадим заказ в 1С или B24, у нас туда-сюда будет семмигрировать. Давайте мы создадим… Создадим сделку B324. У нас новое направление, но создадим в этом направлении. Контрагентам мы также… Можно указать существующего, который выгрузится с 1С. Можно же указать нового. Если мы укажем нового, то он выгрузится в 1С, создастся. Создадим существующего. У нас подцепился и контакт, и компания. И добавим товар. Есть такой нюанс, что товары в сделку можно добавлять как указывать товар. Можно добавить новый товар, можно добавить строку. Если мы добавим как строку, то этот товар в 1С не выгрузится, потому что 1С не сможет идентифицировать и создать его новый тоже не сможет. Поэтому нужно указывать уже существующий товар или добавить новый. Новый товар, который вы создадите, он попадет в 1С и привяжется к этой сделке. Мы товар выгружали, поэтому укажем. Все, сохранили. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Входим в продажи. В продажах у нас пока ничего. Нет, там другой месяц стоит. Нет, нет, нет. Сейчас отобразим виджет здесь, потому что надо клиент перезапустить, чтобы начальная страница появилась, поэтому ручками посмотрим, выполняется. Здесь есть такая штука, что подписка на события, когда ты делаешь, что она не сразу срабатывает. Может быть, дело в этом, кстати. Может быть. Здесь в модуле второй версии, вообще в первой версии, есть такая штука, как называется история синхронизации. Здесь можно посмотреть, когда была синхронизация, что она делала. Здесь можно… Да, не удаляет. Что-то с интернетом. По лонгпулингу почему-то не может подключиться. Одиннадцатка не может к серверу лонгпулинга подключиться, и от этого реалтайм не работает. Мы реалтайм по кнопкам. Да, по кнопкам будет. Так, обновляем. Вот, появился. Смотрим, что у нас. У нас здесь, по идее, получается, что пришло два товара, которые мы указали. Контрагент у нас тот, который уже был создан. Статус проставился тот, который… Самый первый… Второй статус мы потом изменили. Изменим здесь статус. Запишем. Обнаме страничку. Ну, вот, статус у нас поменялся. Теперь давайте мы сделаем… Выставим счет этой сделки. Ну, да, кстати, карточку… Так, мы отредактируем, причем уберем один товар из этого счета. Так, создали. Не работает. Ну, ладно. Смотрим, в итоге видим, что у нас создался счет, причем этот счет привязан к этому заказу покупателя. Если мы его проведем и на основании него сделаем оплату, например, делаем, что этот счет стал оплаченным, то увидим, что этот счет у нас… У него поменяется статус на оплачен, потому что у нас стоит принудительный статус, что когда у нас счет полностью оплачен, то у нас он оплачивается. Далее давайте… Так, у нас счет у нас не полный. У нас в реализации было два товара. Создадим из 1С счет. Для этого мы его сначала проведем, а потом на основании сделаем. И второй. У нас из 1С все работает, поэтому не нужно было делать. А, он не убился в том момент, что, как я ранее говорил, что нам для счетов нужно всегда указывать статус, когда мы создаем его оффлайн из 1С. Если бы он был оплачен полностью, то тогда бы он выгодился принудительный, потому что статус был стоял бы принудительный. А так мы статус не указали. Поэтому нам нужно установить статус. Ставим ее на новый. И записываем. Вот у нас появился счет. Вообще реал-тайм у нас работает время от создания в 1С попадания в 2.4 в обратную сторону. У нас работает в течение 5 секунд. Эта информация попадает в источник, в приемник получается. И таким образом можно работать. Если, в крайнем случае, единственный нюанс в реал-тайме, то, что если в базе очень много людей, то может быть вырасти очень большая нагрузка на базу 1С. В этом случае поможет установка выгрузки по расписанию. То есть каждые, допустим, 5-10 минут делать синхронизацию, и тогда будет меньше нагрузка на базу 1С, но база 1С не так будет сильно напрягаться. В общем, можете использовать. И люди работают. И мы переходим к этому. Продолжение следует...